Хороший, классный руководитель должен уметь налаживать крепкие и доверительные отношения не только с детьми, но и с родителями. Чтобы выяснить, у кого же из участниц получается это лучше всего, организаторы конкурса подготовили непростое испытание – провести родительское собрание. При этом темы для выступления выбирали сами участницы. Я одна из конкурсантов конкурса классных руководителей, учительства Подмосковья подрастающего поколения. И я сегодня готовила лекцию для родителей и рассказывала, сравнивала Восток и Запад, отношения обучающихся Востока и Запада к обучению. И выявила то, что восточные обучающиеся, они склонны трудиться, они склонны к достижению своей цели любой ценой. Тогда как западные хотят лишь похвалы, хотят не напрягаться и готовы в любой момент отказаться от трудной задачи, если им кажется, что они не смогут ее выполнить. Каких только тем не коснулись участницы в своем кратком выступлении. Вместе с родителями конкурсантки обсуждали влияние на детей социальных сетей, устои духовно-нравственного воспитания школьников, способы укрепления физического здоровья учеников. Родители внимательно слушали, размышляя о том, каким все-таки должен быть самый классный-классный. Для меня классный руководитель должен быть прежде всего чутким, добрым, заботливым. И как мне кажется, у него тоже должны быть дети. На этом этапе конкурс не заканчивается. Впереди участниц ждет еще немало испытаний. У нас 12 участников. Вот сегодня по итогам второго полуфинала у нас останется 6 участников, которые продолжат борьбу. Им предстоит написать эссе на тему «Я в профессии», рассказать о себе, о своих интересах. И мы покажем творческое портфолио каждой. Следующий этап конкурса среди классных руководителей пройдет 3 февраля. Дарья Киреева, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».